Эй, хорошо-то как, а? А воздух-то какой, а? А природа-то какая, а? Ого, а люди-то какие? Ничего себе. Что? 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 Ну что? Отдохнуть приехали, да? Ну да, отдохнуть. Кошмар. Ну это, главное, сподлечиться. Тут говорят, у вас медицина, ого-го. О, да, да. Тут медицина, оху, ого-го. Ну вот, я... Да, 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 главное не пропускать. Ага. И будешь... Как огурчик? Как я. Огурец, вот. А я вот только приехал, да. Ты сам откуда такой? Я из Донецка, а вы откуда? Моя с электрофореза такой. Ой-ой-ой. Да. Так, я понял, я понял. Значит, на форез я твой не пойду. Не, ну раз оно имеет такой странный... Что? О, ничего. Не, показалось... Оказалось, иди. Да? Эффект налицо. Ага. Да. Слушай, а ты поподробнее про свой форез расскажи-то, а? Ну а что? Что? Ммм, зашел я в кабинет. Ага. Там, значит, девушка. Девушка. Девушка, да. Да ну. Не-не-не. 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 Да, показалось. Показалось, да. Говорит, вот тебе проводок. Проводок. Да. Подключи к самому здоровому месту. Ну? Я же не знал, что речь идет о размере. И подключил. А, туда сюда? Господи, боже. Ага, ну и чё, чё. Она говорит, вам сколько включать? А, ну... Ну да, у меня ж всё включено. Вот она мне всё и включила. Господи. Да. Ощущения какие вообще, а? Да, ощущения. Ну вот. Как тебе сказать? Ну ты, ты, ты колбаски на решетке жарил? Да подожди. Не-не-не. Непонятно. Ты у угря коптил? А, не-не-не. Ты кабана смолил? А, ну да. Вот, то же самое, только кабан живой. Господи. Живой был еще тогда мой кабанчик. Кошмар. Да. Так, понятно. Понятно. Значит, на форес я твой не пойду. Значит, на массаж. На массаж схожу и всё нормально. Я тоже думал, массаж и всё. А там-то чё? Пришел, думал, массаж спины. А оказался, массаж... Да вы что? Да нет, не-не-не, чуть ниже спины. Простите... Не простите, а простаты. А оказался. А это как вообще? Ну как, зашел в кабинет, там, значит, девушка. Ну. А, симпатичная, да? Нет, страшная. А что, что такое? Да, говорит, станьте так. Как? Станьте так, как будто, ну как, ну, ты клубнику собирал? Ну, как-то непонятно. Ты флешку в компьютер вставлял? А, ну, нет. Ты недавно с Россией за газ договаривался? Мне непонятно опять. Непонятно. Ну, короче, станьте так, как будто не ты от тебя. А, я... Вот я встал. Ага. Она мне как... Я аж подлетел. Ага, да. Говорю, девушка. А она говорит, шоу. Шоу, 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 шоу. Шоу, шоу. Шоу-шоу. 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 Я говорю, нет, шоу-шоу. А, ощущения какие? Какие там ощущения? Ну, да, я... Ну, как тебе объясню? Ну, ты сваи в бетон забивал? Да не строитель. Деревце в сухую землю вставлял? Не натуралист. О, вот пальцем в носу ковырялся? Да. Это не нос. О, как. Да. Кошмар. Так, я понял. Значит, на массаж ходить тоже тяжело? Нет, тяжело ходить после массажа. Так, слушай, раз ты тут все знаешь, подскажи. У меня в карточке написано какая-то... Где она? А, вот. Уринотерапия. Это че вообще такое, а? Это... Полезно. Да? Да. Так, а че это такое-то, а? Ну, значит, надо... 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 Пописать. Ага. А потом выпить. Зачем? Наверное, чтобы потом опять пописать. Так ты че, выпил что ли? Да, и пописал. Кошмар. И главное, никакого сервиса. А, че? Хоть бы дали лимончика. Ну, как... Конечно, без закуски ж вообще никак. Кошмар. Ага. Или в холодильник бы поставили. А, зачем? Ну, чтоб тянулось. А, ну, конечно. Сервис ноль. Сервис ноль. Сервис ноль. Понятно. Так я все понял. Значит, я на процедуры вообще ни на какие не пойду. Да? Я пошту, пойду, обследуюсь и уйду. Все. Я тоже думал, пойду, уйду. А что? Они говорят, надо... Че? Кишку глотать. Ой. Ой. Ой, я как ее увидел. Говорю, а можно не целиком? Ага. Можно я ее... Прожую? Они говорят, нет, надо не жуя. Я говорю, не жуя у вас не выйдет. Ну и что? Вышло. Ну, этих докторов все выходит. Да. Наверное, кишку глотать это самое страшное. Самое. Если б не пиявки. Че еще за пиявки? Целебные. Это я понимаю. Мне одну медсестра поставила. Говорит, не бойтесь, она... Пососет и отпадет. Ага. Она вышла в коридор. А эта пиявка... Вниз полезла. Куда? Куда? Куда надо? А куда надо-то? Куда не надо. А, туда что? Да. Учуть-чуть-чуть. Не смешно. Не смешно. Так до сих пор и не отпало. Живю. Как еще? Да. Наташкой назвал. Наташкой? Да. Так, кто теперь на ней жениться должен? Ну... Да. Так, я понял. Я понял. Вот спасибо, товарищ. Ты мне, кстати, очень сейчас сильно помог. Да. Да. Поезд домой, когда... Не спеши. Не-не-не, все. Ты еще клизмы не прошел. Так, что еще за клизмы, а? О-о-о, очищающие. Это я тоже понимаю. Да, я курс прошел. Еще одна. Еще одна осталась? Еще одна стоит. О, Господи. Чистит. Ага. Да. А как это с клизмами там вообще? У-у-у, легко. Да? Да. Значит, слушай. Заливают в тебя литров 20 воды. Серьезно? Ну, по ощущениям. Ага. Да. И говорят, сожмите свои... А, ну... Плоскогубцы. Да. Короче, сожмите и терпите. А зачем терпеть-то? У них туалет в соседнем корпусе. Ясно. Ну, я сжал свои просотижи и пошел терпеть. И пошел, да? Иду. А, быстро вообще? По ощущениям, как ветер. Ну, да. Лечу. Ну, да. Мчу. Чувствую. Ой, 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 не дончу. Ну, конечно. Поверяй, но надо мчать. Плоскогубцы-то не железные. И я мчу. Ага. Эмчу. Чувствую. Ну, держусь. Иду на встречу, мне бабушка. Бабушка. Со старенькой. Ну, ну, с сумкой. Сумкой такая. А, с сумочкой, ага. Говорит, сынок, через дорожку не поможешь перевести? Ой, 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 ой. Ах, ты так. Ну, и как дал? Жалусь так. Ах, культурный человек, молодец. Да, да. И помчали мы дальше втроем. Втроем? Я, бабушка и плоскогубцы. Ну, да, конечно, да. Мы летим втроем. Ага. Чувствую, не выдерживаем. Говорю, бабушка, бабулечка. Ага. Бабло. Что? Ты плавать умеешь? Блин. Я понял. Да. Я понял. Я вот, кстати, сейчас только понял. Да. Как же, что раньше-то я не понял. Поездом-то оно долго будет. Самолет где? Дончанин. Не-не-не, все, Дончанин. Последний вопрос. Ну, что еще? Что теперь еще? Ну, что? Ты плавать умеешь? Да пошел ты же! Дорогие друзья, в нашей программе мы не раз говорили о пользе лечебного голодания, иглоукалывания, уринотерапии. И вот сегодня, для тех, кто воспользовался нашими советами и до сих пор жив, мы предлагаем еще один способ, так сказать, исцеления, оздоровления организма. Дорогие друзья, встречайте. У нас в гостях заслуженный морж Украины Петр Иванович Хреновый. Ваши аплодисменты. Замерзли? Да, очень. Слушайте, может чай? Да, чай. Горяченький. Горячий. Да, очень горячий. Ооо. Ооо. Вот это не, 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 не ниже. Ооо. Ооо. Ой, может, мне надо сесть? Можно? Мне, Петр Иванович. Ладно. Ну что ж, Петр Иванович, расскажите мне и нашим уважаемым зрителям, как вы впервые, так сказать, оказались в проруби? В первый раз? Да, в первый раз. Так, так. Так же, как все, решил сократить путь. Нет, это случайно. А вот, ну, сознательно, да? Целенаправленно в прорубь. Это было на крещении. На крещении, да. Решил медленно войти в прорубь. Пошел, вхожу, зашел пояс, пояс зашел. Зашел пояс. И никогда не думал, что у меня такие длинные ноги. Ух, зашел. Подождите, подождите. Я по телевизору видел, что моржи, они немедленно входят в прорубь. Они вот ныряют прямо в нее сразу. А вы видели по телевизору, чтобы они выныривали? Кстати, да, этого не показывали. Моржи, да. Итак, вы в проруби, и что? Сижу я в проруби. Вот так сижу, сижу, чувствую, грехи начинают смываться. Да вы что? Да, да, чувствую, еще минут пять посижу, и грешить вообще будет мне нечем. Да мне к самому холодно сяпко стало. А дальше-то что? Дальше, когда я оказался в безопасном месте, в штанах. А, понятно, да. Мне говорят, ты целиком не одевайся. Подожди, надо подождать, когда придет тепло. Тепло пришло вечером. В чем, здоровое такое пришло тепло? 39,7. Да, действительно. То есть, попрессура. Жара. Да. Слушайте, а скажите, вот среди ваших знакомых были случаи обморожения? Да, буквально вчера один отморозился, сказал, не полезу в проруби, все. А вот я его понимаю, в общем-то, да. Давайте не будем все-таки о грустном, да? Давайте все-таки о положительных сторонах моржевания. О положительных, да. Значит, моржевание очень полезно. Полезно, конечно. Для здоровья. Для здоровья очень полезно. Значит, во-первых, в прорубь нырнул, сопли пропали. Да вы что? Да, пропали, появились две сосульки вот такие. Это первое. Во-вторых, во-вторых, моржевание млечит, а значит, склероз. Так. Астма. Астма. Легкие. Легкие. Да, да, да. Запоры. Запоры. Проходят еще даже не дошел до проруби. Дня прошли. Да. Да. Смотрите, ведь это недаром про вас ходят целые легенды. Говорят, что моржи живут до 120 лет. Не живут, хранятся. А, видимо, я что-то неправильно понял. Конечно, да. Ну, хорошо. Скажите, а есть какие-то противопоказания? Противопоказания, да, да, да. Нельзя нырять в прорубь тем, у кого несовершеннолетние дети. Это понятно, да. Единственному кормильцу в семье. Ну, тоже ясно. Нельзя. А скажите, а вот беременным женщинам можно? Можно, можно. Нельзя мужчинам, которые хотят, чтобы их женщины были беременными. Тоже, кстати, понятно. Ну, хорошо. А скажите, вот как отличить профессионального моржа, да? Ну, вот, как вы. Как я, да. Ну, от любителя. Как вы. Не дай бог, конечно. Да, твой, твой, твой. Трактически ничем не отличается от голых женщин. Да. Не, подождите, что это голыми, что ли? Голыми, да. То есть те, кто купаются в проруби в одежде, это не моржи? Не, это рыбаки. А вот теперь стало ясно, а то не понимал. Ну, хорошо. Подскажите, вот, допустим, я, да, к примеру, решил заняться моржеванием. Тьфу, 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 конечно. А с чего вы посоветуете начать? Так, начинать нужно однозначно с обтирания снегом. Обтирания? А как это, ну, начать? Утром проснулись голеньким из подъезда, выбежали на улицу, выбежали на улицу, и берете с ней шаг, и давай обтираться им, а? Обтираться? Да. Ну, и как ощущения того? Не очень, не очень. Почему? Моего соседа просто четыре ротвейлира есть. Да, понимаю, да. А существуют какие-то вот, ну, правила обтирания этого? Да, конечно. Да? Конечно. Втирать снежок надо в больное место. Подождите. Я-то сам не болею, нет. Но место, которое хотелось бы сделать здоровее, у меня есть. Ну, и как, стало здоровее? Пока втирал, да, да. А потом? А потом, говорят, не волнуйся, кожа будет как у младенца. А, ну, и что, стало как у младенца? Ну, кожи нет места, да. Боже мой. Ну, ладно. Но все-таки, несмотря на это, моржевание, я слышал, это целое движение, да? Да, да, да. С каждым годом вашего брата моржа, так сказать, становится все больше и больше. Ну, как больше и больше? Да как? В начале года больше. Ага. К концу года нас все меньше и меньше. Ну, берегите себя, Петр Иванович. Можно, с вашего позволения, несколько вопросов от наших телезрителей? Да, да. Да. Вот пишет нам Сергей Нахманович, 62 года. Интересно. Скажите, правда ли, что Министерство здравоохранения советует заниматься зимними купаниями людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата? Ага. А с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Ага. Просто пожилым людям? Значит, не верьте. Нет. Они хотят избавиться от льготников. Понятно. А еще один вопрос от одного из наших постоянных зрителей. Цитирую. Скажите, а в проруби, извините, можно сходить по-маленькому? Можно. Нужно. Нужно. Это единственный способ согреться. Понимаю. Ну, и напоследок вопрос лично от меня. Да, да, да. Признайтесь, вот перед тем, как вы в прорубь, да, вот, ну, да, вы принимаете вообще? Нет, вы что? Нет. Мы моржи не любим тех, кто пьет. Ага, почему? Потому что так нечестно. Так не холодно. Дорогие друзья, Петр Иванович Моржовый. Петр Иванович Моржовый. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok